Сегодня Всемирный день рыболовства. Праздник в честь любителей рыбалки и всех тех, кого рыбный промысел не только хобби, но и работа. В Чердоглинском районе с любовью выращивают радужную форель, которая затем попадает на прилавки ульяновских магазинов и кухни ресторанов. Жизнь радужной форели начинается с икринки. Сквозь ее оболочку уже видны сформировавшиеся глазки будущей рыбы. Через буквально несколько дней у нее уже начнется выклев, когда из икринки появятся первые личинки. С икринки до килограммовой форели рыба вырастает за год. Все это время она содержится в чистой питьевой воде. Поднимаем воду с 70 метров. Она уже получается из-за своей толщины грубо говоря грунта великолепно отфильтрована. В ней нет никаких ни биологических патогенов, ни химических элементов, которые могут повредить либо рыбе, либо здоровью человека. И чтобы рыба была вкусной и полезной, необходимо поддерживать оптимальную температуру воды, использовать только качественный корм. Питаются мальки радужной форели 48 раз в день. Та рыба, которая хорошо питалась и уже подросла, ровно через час будет в ульяновских ресторанах. А те особи, которые не достигли нужных значений в 200-300 граммов, отправляются назад. Кроме радужной форели, здесь выращивают стальноголовую лосося и краснокнижную кумжу. Ну смотрите, какая красавица. В год здесь выращивают около 100 тонн рыбы. В планах увеличить объемы производства, а еще сделать рыбоводный комплекс привлекательным для туристов со всей страны. Уже скоро у жителей и гостей города будет возможность не только узнать о том, как выращивают рыбу, но и самостоятельно поймать ее. На территории началось строительство двух больших прудов. Поймать красную рыбу можно будет, не выезжая за пределы региона. У нас в прудах будет видовое разнообразие и возможность для всех любителей рыбалки осуществить свою заветную мечту поймать красную рыбу на территории Ульянской области в средней полосе Российской Федерации. Весь улов можно будет забрать с собой или приготовить на мангале. Здесь же организуют глэмпинг для тех, кто захочет остаться на ночь. Открыть туристический комплекс планируют в конце лета. Ирина Шмыгова и Сергей Свешников. Весь Сеульяновск. Из Чердоклинского района.